Добрый день! Сегодня я планирую рассмотреть CICD для джавы. Зайду я на Ubuntu Windows и здесь мне надо установить соответственно JDK. Я буду использовать восьмую версию JDK. Эту я команду выполнять не буду, я уже ее сделал. Я покажу только версию, какая у меня получилась. С версиями джавы, конечно, тут есть определенная муть. В теории они как бы совместимы снизу вверх, на практике это не всегда работает. Поэтому обращаю внимание, что у меня вот такая вот версия джавы здесь используется. Значит, сперва я проделаю процесс ручками в консоли, а потом уже буду его автоматизировать. Итак, у меня есть файлик с кодом. Так, через Atom его посмотрим. Будет удобнее. Вот. Вот такой вот HTTP сервер. Значит, это код на джаве, который поднимает HTTP сервер. Значит, я здесь сделал, что он берет из директории OPT, берет индекс HTML, соответственно, вот этот берет, 44 HTML, и работает он по 80-му порту. Ну, собственно говоря, если на Гоу это было 30 строчек, на джаве вот у меня получилось вот аж 200, 200 с лишним строчек. Ну, такая вот история. Принцип, в принципе, все то же самое. То есть, это будет у меня HTTP сервер. Итак, зайдем в OPT. Значит, посмотрим. Вот здесь у меня в OPT лежит индекс HTML. Что он из себя представляет? Он из себя представляет обычный простенький HTML-ник, где пишется MyTestWebPage. Вот и все. Вот. Значит, так. Значит, теперь мне надо скомпилить Java. Все, скомпилили. Я должен был получиться файл. Да, он получился. Вот этот java.htpserver.class. Ну, и теперь его осталось только запустить. Java, соответственно, запускаем. Все, сервер стартет, слушает 80-й порт, можно проверять. Проверяем. Так, localhost. Все, получили мы страницу. То есть, вот у меня написанный сервер на Java. Мы его скомпилили, запустили, и он работает. Вот в таком вот виде, значит, вот этим Lime Green, он отображает, соответственно, MyTestWeb. Вот так вот это выглядит руками. Вот. Значит, теперь я это дело... Значит, вот я стопнулся там, и, соответственно, здесь я застопнулся. Так вот это выглядит руками. Ну и теперь, собственно говоря, моя задача это дело, этот процесс как-то автоматизировать. Вот. Теперь надо подготовить диплойную машинку. Вот, сейчас мы ее включим, эту виртуалку. Так, пока она грузится, я забыл сказать, что вот этот java-овский код можно взять с моего GitHub-а. Ссылка будет под роликом. Так, загрузилась виртуалка, 70-й IP-шник у нее. И для начала я отсюда хочу туда сделать копия ID. Это с хашный ключ туда скопировать. Так. Пароль. Вот. Теперь. Теперь я хочу... Так. Эвас. Теперь я хочу туда скопировать, собственно говоря, Java HTTP сервер-класс, который там будет запускаться. Так. Копирую я его, соответственно, в директорию опт. Ну так уж она мне нравится. Так. Готово. Так. Зайдем. Здесь вот. LS. Ну и надо туда еще закинуть индекс и 404 HTML. Так. Индекс туда закинем. Так. И соответственно, 404 туда закинем. Так. Ну, в принципе, все готово. Можно теперь просто туда зайти. И там надо установить тоже Java. Вот. Но уже устанавливать не GDK, а GRE. Так. Вот так поставим. Потому что там, на диплойной машине, там компиляции не будет. Поэтому там GRE вполне достаточно. Просто для того, чтобы запускалась Java. То есть там компиляции не будет. Поэтому GDK не надо ставить, так сказать, в полном объеме. Text. Поставилась. Поставилась. Проверим, как оно поставилось. Таким вот макаром. Ну, да. Все нормально. Что пишет GDK? Непонятно. Ну, ладно. Так. Зайдем теперь в OPT. Так. Вот он у нас за важный типичный класс. Ну и допустим его. Посмотрим, как работает. Так. Все. Слушает 80-й порт. Можно проверять 70 айпишник. Так. 102, 168, 170. Мы должны вот страничку получить. Да. Мы ее получили. Так. Очень хорошо. Так. Теперь, если мы сделаем Ctrl-C, у нас страничка накроется, соответственно, медным тазом. Так. Вот. Теперь. Теперь отсыл к предыдущему ролику. Там я писал сервис. Сейчас я этот сервис просто немножко перепишу. Итак. NaNo.Lib.System.D.System. Я писал сервис следующий. Test. 1, 2, 3, 4. Сервис. Он у меня запускал файл, который компилился с Go. А здесь мне надо, чтобы он запускал у меня, соответственно, через Java, вот этот вот наш компилилный файл с Java. Соответственно, userbin.java. X. Надо было скопировать. Что-то я не догадался. Ну, ладно. Так. Вот это сейчас скопируем. Так вот. Вернемся к нашим баранам. Где там это надо-то? Вот. Так. Вот сюда мы это дело ставим. Так. Да ладно, лишнее. Так. Единственное, что, поскольку у нас все это сидит в опте, надо здесь еще прописать working directory. Вот таким вот образом это делается. равно opt. Ну вот. Вот. Так вот теперь. Ну вот. Теперь этот сервис должен будет работать и через Java запускать, соответственно, Java HTTP сервис. Так. Проверяем. Систем. Единственное, что надо сделать еще. System.CPL.Demon Reload. Потому что мы поменяли сервис. Так. Demon Reload. Ну и можно делать сервис test.1.2.3.4. Start. Start. Так. Смотрим. Статус. Отлично. ActiveRaming. Ну, вот страничка должна работать. Да, она работает. Ну, вот все. Теперь она работает. Теперь у нас этот джавовский код, компилированный, работает через сервис. Ну, соответственно, если сделаем стоп, то и страничка там должна накрыться. Ну, вот, соответственно, и страничка тут накрылась. Так что все, в принципе, хорошо. А на этом можно сказать... То есть вот видно, что из-за Erbin Java в сервисе работает. Вот. На этом можно сказать, что диплойная машина готова. Так. Теперь настало время GitLab. Так. Вот я его включил. 165-й адрес у него. И для начала я на него зайду. GitLabMy. Соответственно, не пользуюсь. Пароль. Так. И я думаю, что надо создать новый проект. Назову я его, допустим, JavaTest. Enter. Так. Сейчас. Так. Все. Проект сделался. Так. И теперь мне надо к нему подключиться. Так. Ага. Вот я в JavaTest нахожусь. Сделаем git init. Так. Теперь я сделаю вот так. Сюда. А это возьмем вот отсюда склон. А верхняя строчка она по SSH. Так. Вот. Так. Есть. Теперь. Теперь. Вот я попробую сделать. Так. 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 Нет, что-то не нравится. Не нравится. Не нравится. Очень не нравится. Не нравится. Напробуем сделать вот так. это какая-то странная история ни одной ветки нету конечно тоже так что-то я немножко битому запутался так и л.с. у меня такое чувство так что с гитом я запутался на месте надо удалить вот этот рядми да будет не счастье вот теперь надо сделать вот все короче из-за этого файла видны и у меня проблемы были так все теперь все должно быть хорошо все вот она ветка мы отлично да поскольку я уже подключался get lab у меня вот этот файл уже взлетел с ударе мишка и поэтому из-за нее такая вот меня и происходило так все отлично посмотрим получилось как пока тут у нас нет и делаем page так начни кбд и тканик так вот пусть будет тест 1 а теперь делаем h ну да должно теперь быть все хорошо смотрим ну да да все попал сюда на get lab в общем все взаимодействие мы настроили так что все нормально теперь теперь мы зайдем сюда через путина get lab потому что я планирую тут поставить во-первых храна и джоу так начнем с срана так вот вид лапка мультиран регистр регистр регистрирован рано ну рано я не инсталирую потому что я это делал в предыдущем ролике как бы у меня нет лап остался вот инсталляции рано в предыдущем ролике ведь мы его просто зарегистрируем а на новом проекте так так таким так теперь его надо и скрипшем написать ну пусть будет ранее запустимся шелл вариантов здесь тут так напишем джава так ну и здесь мы выбираем шелл опять-таки без вариантов так все ранор мы делали посмотрим вот он появился теперь надо не забыть вот здесь поставить галочку иначе все время придется так писать в пайплайне поэтому лучше поставить галочку так все работает теперь можно делать создавать файл внешний так вот что он себя представляет так сейчас тут поправим 166 поменьше ждать но это все было в предыдущем ролике но как бы повторение мать учения так ну вот ждем но я думаю он должен сейчас корректно отработать и мы получим вот говоря не тла про на все отлично он отработал очень хорошо так идем сюда так посмотрим делаем мы пожалуй так и вот и мне надо сделать бит пушу сюда залетел самый царь метла царь так есть вот он появился нет лапса ямал и с ним мы сейчас будем работать для этого я воспользуюсь хорошим редактором атом просто с ним удобно и наглядно и нагляднее так единственно что нам добавить фолдер у меня есть язлык на рабочем столе на рутовый каталог на убунту и здесь у меня вот так ну вот что она себя представляет этот дефолтовый нет лапсай мы сейчас все удалим проще делать контрол а так а возьмем в качестве образца мы из предыдущего ролика pipeline так вот это дело мы сейчас копируем так и сюда вставим вот так ночью начали собственно говоря править потихонечку это делом так вначале у нас останавливает сервис раз два три ну в общем так она и правильно остается как есть теперь здесь есть так вот здесь значит вместо гол значит вместо гол а главное вместо гол есть на что момент надо так я за я еще не не поставил сюда собственно говоря gdk поэтому суда вот мы как раз ставим gdk потому что здесь мы будем билдить этому суда стыкаем gdk образом но пошел до дыка ставится пока он ставится мы собственно здесь уже напишем напишем мы java java си то есть компили и вот этот файл так вот так вот этот файл мы будем компилить на java так вот это я пожалуй пока комментирую потому что я не знаю куда он будет сборку пласть надо будет сборку вначале найти куда он сборку это будет так ну а диплой собственно говоря здесь помимо всего прочего так да индекс меня здесь и 44 а помимо всего прочего мы суда скопируем таким вот так низых а сцп таким вот образом мы скопируем ну и соответственно туда вот положим это дело 192 168 170 опт так ну потому что может быть мы вместо индекс html там захотим сделать какой другой html и java поправим тоже чтоб он ее брал ну то есть тут уже как бы варианты поэтому я копирую . html куда так все до установилась ну и собственно говоря можно можно проверять как все это дело будет у нас работать так теперь здесь там все сохранили индекс html подправлю индекс html напишу я вот здесь скажем java сервер ну так же про отличался как так потому что мы же это тоже диплоим туда индекс как посмотрим страничку зачем я 80 написал когда надо 70 там чуть ошибся так 70 а хрен у меня просто сервис там остановлен да я живу остановил в предыдущем этом самом блоке так зайдем сюда десятку делаем так вот и делаем сервис тест раз два три четыре старт смотрим ну вот да вот она моего пейдж пока в тестом время но в общем в принципе сейчас мы поправили индекс да вот здесь вот и сейчас пока просто посмотрим как у нас индекс туда деплоится ну и бокс 1 там пройдет мы просто так спирт гитт и . минус м будет 2 ну и соответственно нет паш так так смотрим что происходит на гитлабе так на гитлабе так вот появился так появился и это прошло успешно так все прошло успешно так мы посмотрим страничку страничка обновилась отлично так так а теперь надо поискать куда он запихивает сборку соответственно на гитлабе делаем делаем корень find от точки так и и что-то я по-моему не то нашел да не то не то не то внешне это надо было искать что-то я зарапортовал да не я не то ищу мреж на мне надо искать вот это куда у меня классный получился вот это надо искать это я зарапортовал так вот что надо искать так вот 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 ты теперь нашли то что надо так вот это делаем берем берем так и теперь мы это дело комментируем так вот а ну в принципе это можно наверное но логичнее это конечно где в этот самый диплой засунуть засунем к этому диплой пожалуй сюда с голу то это не работала с джавой по идее должно работать так только теперь надо заново копировать оттуда скопировать так и сюда ставить как пробел . не нужна . не нужно вот ну в принципе теперь у у нас это должно все работать так это мы сохраним как все еще сделать попробую я поменять сам джава скрипт сделать чтобы у меня веб-сервер работал не по восьмидесятки а по 88 спорту чтобы было видно что у нас сам сервер меняется так индекс допустим здесь поменяем тоже напишем там порт 88 вот так ну вот все по полной программе мы внесли изменения вход на джаве в индекс html ну да вот так делаем гид статус да вот все поменяли что только можно так джаве . гид камет соответственно минусом тест 3 будет 3 и ну и все вид паши так хоп так смотрим как у нас тут дело идет ждем появился процесс ну он должен по идее отработать без ошибок до отработал он без ошибок что не может не радовать теперь смотрим здесь хоп страничку не нажим ты порт поменял а порт он не поменял ну-ка она 88 чуть есть у нас но допустим билд то собрался но он видимо в общем зря я короче перетащил да зря я сделал так где он то то не тут все честно так вот вот это я зря перетащил этом должно быть билде то есть как из гола в общем такая же точная история эта штука должна быть билде иначе ни хрена не работает все сейчас по идее должно нормально сработать все так все сохранили и делаем заново гид камет 4 идем на гид лап смотрим как пройдет процесс появился процесс все отработал без ошибок смотрим вот теперь по 8080 порту стал работать вот сервер наш ну вот что и требовалось доказать а на восьмидесятки ни фига не должно быть не это он из кэш взял там не должно быть ничем да все на восьмидесятом порту нету ничего веб-сервер работает по 8080 ну и отображает то что надо так ну ладно в качестве закрепления материала а теперь еще раз проделаем специфику значит поменяем это уже мы не пробуем теперь pipeline а поменяем вот здесь допустим порт сделаем 8090 чтобы у нас теперь сервер на 89 крутился так это мы джау поменяли код теперь поменяем здесь индекс допустим напишем 8090 ну как бы вот все изменения если мы делаем битв д битками тест допустим 5 ну и так вот все это дело отработало смотрим здесь запустилась 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 отработала смотрим так обновить страничку все по 8080 у нас уже сервер больше не работает он должен работать по 890 смотрим вот так опа ну и все получили страничку ну вот таким вот образом но на этом на сегодня все подписывайтесь на канал будет интересно продолжение следует по данной тематике